Жители многоэтажек на проспекте Кольском совсем скоро начнут пользоваться новыми лифтами. Устанавливают подъемники специалисты из Белоруссии. О том, как проходят трудовые будни работников из Дружественной Республики, узнали наши корреспонденты. Возле многоэтажек в одном из дворов на проспекте Кольском лежат массивные конструкции. С первого взгляда и не поймешь, от чего эти запчасти. Но жильцы объясняют, здесь меняют лифты. Для многих это долгожданное событие. Ну, решили всем поменять, так это положено же менять. Время прошло сколько? Много времени прошло. Особенно непросто сейчас приходится тем, у кого квартиры расположены на верхних этажах. Но временные неудобства горожане готовы потерпеть. Ведь совсем скоро их начнут катать вверх и вниз современные кабинки, которые устанавливают специалисты из Белоруссии. Наверное, многие из нас застревали в лифте, либо боятся, что подвижные конструкции оборвутся во время поездки тросы. Монтажник Александр Литовченко из Могилёва заверяет, что с новыми подъемниками такие страхи безосновательны. Ну, здесь полностью безопасность. Здесь электронная безопасность, механическая безопасность. Здесь очень много степеней защиты. Ну, в этих лифтах больше, чем в старых. Поэтому, чтобы лифт этот упал, это очень нужно постараться. По техническому регламенту замена лифтов в многоквартирных домах должна проводиться каждые 25 лет. Но, как известно, в большинстве случаев подъемники-ровесники зданий. И многим из них давно перевалило за 30. Принимать на службу обновленные конструкции будет региональный Ростехнадзор. А обслуживанием займется Мурманск-Лифт-Юг. У нас очень коллективные специалисты. Мы отправляем в Москву обучение на заводы и полностью соответствуем стандартам Российской Федерации. Жителям домов, где подъемники не работают из-за плановой модернизации, приходят квитанции об оплате за пользование лифтом за полный месяц. Но волноваться северянам не стоит. По завершении ремонтных работ управляющие компании должны будут сделать перерасчет за те дни, когда приходилось вынуждено подниматься пешком.